Всем привет! Вы знаете, а у меня уже привычка выработалась, выходя из машины, надевать маску, также из дома. Поэтому я к этому отношусь как бы, как, не знаю, например, в машину я досажусь, первым делом у меня уже рука тянется, чтобы пояс привязать, этот, пояс безопасности, ремень безопасности. Вот, это как-то у меня уже автоматом выходит. Так же самое и с маской надел и пошел, я даже ее не замечаю. Поэтому некоторые там страдают. Ой, маски! Мне вообще по барабану, как бы надел и пошел, даже краситься не надо. Глазки накрасила, глазки красивые. А вот, иду на работу. Чарли тут бушует, бушует. Погавкать ему на кого-то хочется. Тут пока у нас никого нету, ну вот кроме этого, как его называют, почтальона, почтальон печки. В общем, начинаем день. Хорошо, что машинку. Забыла там одно полотенце подшить. Разогреваю здесь картошечку вкусную. Так, вот эти вот мури мне здесь не надо. Она потом жрет всю мою крупу. Вот. Сломала две иголки. Иголки какие-то одноразовые прям. Ой, она уже разогрелась. Выключаем. Представляете, полотенце шило, иголка сломалась. Как так? Вот так. Так, ну все, разогрелась моя картошечка. Я уже приготовила себе огурчики. Комары летают. Моли. Куда ты упала? Туда, что ли? Или куда? Куда ты упала? Как раньше знаете, в деревне у нас муху вот так вот убиваешь. Она потом полетела. Бабушка всегда говорила, издыхать полетела. Что это значило? Наверное, на покой. Я так думаю. В общем, всем приятного аппетита. Я сегодня одна гулять вышла. Подруга что-то не захотела. Знаете, в последние дни вот иду, думаю, в спортзал. А в фейсбуке все время мелькают. Они там что-то в новинки какие-то вставляют. Видимо, все равно люди боятся идти в спортзал. И не хоть как-то заманить. Я подумывала вернуться, не вернуться. Потом, знаете, читаю, что бассейн закрыт. Там нужно по времени. А там в основном дети, знаете, не купаются у них эти занятия. Потом душевые закрыты. Но тоже они закрыты и не закрыты. В общем, вонючая и потная. Я потею очень сильно идти. Что такое? Что-то случится, не пойму. Неохота переться домой, короче. Тоже это минус. Особенно зимой, представляете? Если я даже пару раз надену. Дожди, сейчас пройдут, потому что здесь что-то так шумит. То ли кондиционер у них там такой, походу, как вертолет. И, в общем, я так подумала, скоро кофты надевать, куртки. Я вот это вот вся вонючая на себя надену. И это все потом... Ладно там кофты. А куртки провоняет все. Потом хрен отстираешь. Потом тоже смотришь новости. То так, то тут. В общем, не знаю. И как бы лучше буду ходить вот по полям, по пляжу. Сейчас вот в 6 вышло. Сегодня тоже небольшой ветерок. И вот из-за того, что мы идем за этими зданиями, можно кое-как поболтать. А так ветерок и хорошо отдувает. В общем, можно и трусой или как там пробежаться. А еще у меня завтра такой день. Какой-то, знаете... Я люблю, чтобы все было по плану, распланировано. У каждого свое время. А вот так вот с бухты-барахты я не люблю. Завтра, в общем... Мне знакомая подруга, знакомая звонит. Я к тебе приду. Вчера буквально. Да, позавчера. В субботу в 10. Ты меня сделаешь красивой, нарядной. Единственный. В 12 у меня мероприятие. Я так на нее не смотрю. Я, вернее, прочитала. И люди вообще на такие мероприятия за месяц звонят в парикмахерские, чтобы узнать, есть ли свободное время или там что. У меня в субботу есть постоянные бабушки. Две. В количестве две штуки, которые ждут меня без 15.10. Стоят у двери и ждут меня. То есть я их ни на что не променяю. И ни на кого. Тем более на одну клиентку, которая приходит там раз в год. Но это все и понятно. Я так ей, в принципе, и сказала, говорю. Ну, ты сама как себе представляешь? Я им скажу, извините. Если бы она предупредила хотя бы неделю назад, я бы им как-нибудь сказала, приходите попозже. А так за два дня дела, в общем-то, в принципе, не делаются. Я говорю, извини, но у меня уже есть клиенты на это время. И это суббота. И она за два часа хотела сделать подстричься и совершить что-то невероятное на голове. Но даже не за два часа, потому что у нее потом были планы пойти домой после парикмахерской, переодеться, накраситься. И все это за два часа, друзья. За два часа, когда в парикмахерской можно протолчать со стрижкой и с укладкой, три часа. Я не знаю, как, о чем люди думают. Я ей так и говорю, говорю, ты извини, но это нереально. А ты пораньше приди. Я так подумала, раньше. Может, мне прям с вечера туда идти, и прям вот как это, раз. И я тут, а вот для вас. Все, как говорится. То есть, ты мне за неделю, за две не позвонить, не удосужилась, а я должна потом лететь на всех парусах, вот, чтобы вот угодить, да. Так и получится, так и полечу. Потом, короче, договорились, говорю, хорошо, я за полдесятого, я в десять открываюсь, полдесятого тебя приму, подстригу и укладка. Ну, а больше я не рассчитываю, никакие там прически невероятные, какие-то там шедевры за полчаса не получится. Просто обычная укладка феном, и все, и в путь, дорожку. Ну, представляете, вот какие люди они. Причем, я не знаю, вроде бы нормальная девчонка. Она, кстати, массаж делает. Тоже, представляете, я бы ей позвонила, так это, знаешь, я иду. И ты мне вот за полчаса сделай двухчасовой массаж. Ммм? Как? Кстати, хорошая идея, надо было так и ответить. Вот, потом, потом это, ладно. Как-то я там говорю, но это все равно я за полчаса не управлюсь и подстричь, и, как говорится, уложить. Бабушки мои будут сидеть, ждать. То есть все это будет, а, додвигаться одна бабушка будет ждать, вторая бабушка. Это, знаете, как пробка на дорогах. Одна машина затормозила, а потом все, пробка на 2-3 километра. Здесь точно так же. Ну, ладно. Потом звонит тоже. Ну, вот это про Канаду я вам говорила. Она на 5 хочет. Ну, мы с нею договорились. Вот видите, вот человек обязательный такой говорит. Я сижу на карантине, мне вот сидеть до пятницы, а в субботу я к тебе приду в 5. Все замечательно, все хорошо. Так нет, сегодня две клиентки еще звонят и говорят, мы хотим в 5 прийти тоже вечером. В субботу. Я говорю, нет, невозможно. Нет, а во сколько? Без 5, без 15 и 5? Ой, блин, не могу. Вот то пусто, то густо. Вот парикмахер, это такой вот человек, такой человек, такой работник, когда у него бывает то так, то сяк. И вот я так не люблю. Я люблю, чтобы, например, в 5 одна пришла. Я знаю, какой у нее волос. Вот, например, из Канады я ее час как минимум буду укладывать, потому что он такой волос, там трындец. То есть вот в 6 бы, если бы пришел еще другой человек, было бы замечательно. Но нет, все же хотят в 5. Будут сидеть, ждать. А что делать? А я не люблю, когда сидят, ждут. Еще, знаете, сейчас приходят люди, знают, что сейчас без масок нельзя. Они приходят, их снимают. Вот на что нарываются? На штрафы? Не говоря уже там о здоровье, вирусе и все такое. Ну, блин, даже штраф. Ой, сегодня вообще прикол такой был. Пришла бразильянка с Бразилии. И давай мне шпарить на своем бразильянском. Боже, а у них, знаете, как они говорят, у них Ж как-то везде. Ж, вот они как-то Ж, вот везде вставляют это Ж. Не, даже не знаю, как это сказать, но вот как-то везде вот это вот я слышу Ж. и на своем этом небо подстричься. Думаю, что она хочет от меня? Когда ты там это сможешь, ну, кое-как. То есть, представляете, человек принципиально не говорит по-испански. Хотя бразильянский, походу, он схож с испанским, но вот она, не знаю, то ли от Лени, то ли от чего, не хочет говорить на испанском. Кое-как ее поняла, она пришла, говорит, у меня есть фотографии, и минут 10 она искала фотографии. Вот я у нее там все фотографии пересмотрела, ее лет 60. Вот. И она, значит, эту фотографию ищет, ищет. Ой, маску мне надеть? Да уж, какого уж хрен на хрен ты ее будешь теперь надевать-то? Уже полчаса стоишь на меня, дышишь. Ой, блин. Нашла эту фотографию, я ее подстригла, значит, она... Ой, я без денег... Вот так как-то она говорит, я же без денег... Ну, как-то вот же они вставляют. Я без денег пришла, вот у меня там что-то в кармане ключи, туда-сюда, короче, без денег пришла. У меня уже другая бабушка сидела, она вот такие у нее глаза так сюда на лоб вылезли. Как так без денег прийти на стрижку? Причем она все утром мимо меня ходила и допрашивала меня. А сколько тебе можно прийти? А сколько? Потом вторая, второй круг сделала. А сколько стоит? Я ей сказала. И все, на третий раз она пришла без денег. Вот, но потом это, она ушла. Она, видимо, новенькая у нас в горе. И она ухаживает там у нас один дедушка есть. Вот, и она за ним ухаживает. Я знаю уже этого дедушка, дедушка знает меня. Вот, поэтому я так и разрешила, чтобы она пошла домой, потому что я увидела, что они с ней. Такие люди безответственные. Вообще, пришла в парикмахерскую без денег. Как так? Странные. Так что, вот такая вот профессия у меня. Профессия. В общем, у нас там, как знаете, как деревенский. Я говорю, иногда можно даже открывать журнал и записывать в долг стрижки. Да. У меня однажды так и было. У меня вот русская девочка была. Я тоже про нее много раз рассказывала. Она любитель поквасить. И вот она постоянно приходила без денег. Нахрен ты прешься в парикмахерскую? Причем не стричься там, не краску, а просто уложиться. Ей вот она, ей приспичило, ей захотелось, она раз и это. Уложи меня, но я без денег. И вот так вот. Но я ее, это, отвадила. Я все не знала, как мне от нее избавиться. Избавилась. Слава Богу. Вот такие вот у меня работа. Вот такая вот у меня работа, друзья. Ну все, видите, я с вами поболтала. И уже почти полпути прошла. Ну не, не полпути, но, наверное, четвертую часть прошла. Туда-туда далеко, далеко. Сейчас на море посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. Блин, не пойму. Этот мужик раздрогатился с этими овцами. Я вот там шла. Гляжу, он там. Пока я переходила, здесь просто какая-то типа канала. Он, блин, уже здесь. А эти овцы, они все в этих же, как их называют, в блохах. Блин, ну ты ж там был. Перешел сюда. Не, ну не дурак. Может быть, я смогу как-нибудь перейти сюда. Бо вот тут не провалюсь, надеюсь. Там просто внизу какой-то канал. Шею себе сверну. Только тут был. Фигура там, фигура тут. Вот ведь разрогатился. Да, Чарли? Митик, увей? У нас сегодня банный день был у обоих, да? Иди покажи, какой ты чистый. Бен, Бен, Аки. Аки. Вот какой он чистый. Вот какой он чистый, мениння. Моя ребенок такой чистый. Мы просто мимо этих же прошли, этих овец. А у него ошейник уже так действует, не действует. Я вспомнила, что у меня шампунь есть антиблошиный. Вот. И я им, короче, сейчас искупала. Чарли, он, конечно, был не в восторге, он не любит купаться, но и не протестует. От меня куда, никуда не убежишь. Вот. Поэтому вот так вот мы все помылись. Вот. И все. И села я монтировать. Завтра напряженный день. Так что, что он там мне принесет, кроме денег. Посмотрим. Так что, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.